ну в общем вы поняли кто с вами добрый день с вами снова я марина морлок сегодня 3 марта сегодня такой неоднозначный день когда было хорошо уже произошло и хорошее плохое 8 часов вечером я пойду сейчас готовить себе ужин и сегодня у меня будет такой такое видео кулинария плюс наверное даже возможно внук банка я в таком домашнем виде в носках почему-то совсем с голыми ногами мне прохладно ходить поэтому я сегодня как бы так сказать в носочках таких вот при макияже конечно честно сказать я без если они снимаю видео я не хожу с макияжем я как бы крашусь исключительно только чтобы на видео лицо как бы смотрелось более выразительным иначе она какой-то слишком бледная получается я нашла короче сережку для ухо то что у меня здесь была такая длинная сережка потом она вылетела и я решил вставить новую вот одну сельму но она естественно гораздо более тяжелая во первых во вторых она не такая толстая как вот это такое вот делать что-то походу что-то случилось гормональным фоном потому что я смотрю я вся покрылась какими-то высыпаниями и честно я сменила крем от как я уже показывал если до этого я про и пользовалась кремами черный жемчуг и гриньер то есть сменила крем на новую зарю и результат оказался не очень хороший то есть он был написан ультра увлажняющий прям общем для меня он оказался слишком слишком ультра увлажняющим у меня начались прыщи от жирных кремов у меня тут начинается высыпание хотя по идее как бы должны быть морщины лучше вот в общем кошка тут у нас готовится к футбольными чемпионатом моя косметика но они потом сниму видосик и ухраню вот сюда плана пойду я короче делать доделывать себе ужин и короче будет наверное сегодня видео с мукбанком то есть что такое мукбанк по-русски сказать жиранина на камеру буду жрать ребята вот а так как сегодня пост чтобы жрать с чистой совестью я буду делать постный простейший салат состоящий из капусточки и маринованных огурцов научно я думаю что они соленые они оказались реально малосольные и маринованные вот хрустящий постный салатик кстати я хотел бы сначала хотелось сделать но потом я поняла что это нужно мясо покупать нужно что варить варить или грибы то есть что-то дофига и думала на фиг с ними с щами сделаю солянку а потом мы солянку и жарить надо на масле а жареного мне нельзя жирного нельзя я думаю да и потом сковородку мыть нафиг сделаю сало тут самый примитивнейший короче ингредиенты огурцы молодцы и короче капусточка это можно так назвать салат закусочный конечно хорошо бы туда добавить это мое мнение чуть туда нужно короче капуста огурчики зелень там особенно хорошо то пойдет укроп лучок и немножко уксуса но в моем случае и короче для постников немножко уксуса или масло лучше оливковое но короче говорят так как все-таки я не на посту о короче что туда можно добавить еще короче там капусточка у меня и огурцы но хорошо туда добавить еще зелень перчик и зеленый горошек и это тогда хорошо бы с маслицем но у меня нифига нету ничего поэтому так как ингредиентов мало что-то добавлю майонез да да я люблю очень мазик мазик вот и короче это у меня будет салат закусочный с мазиком так вау 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 как мне так поставить телефон не устал мне нет 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 да нет да нет нет блин нету подставки для телефона последняя сломалась на днях короче вот так что может быть вы не будете меня видеть но будете слышать сейчас я зарежу огурцы я короче его цене скажу магаз огурчики очень много за дать мне капусту огурцы молоко на кофе предоставка укладывает молоко рядом огурцы на капуточку тут еще вот водки не хватает у меня не сторонница запоев поэтому я думаю достаточно пьяных видосов больше не хочу тем более у меня такие сегодня сегодня у меня день событий радостных и гадостных первое событие у меня было радостно я выиграла конкурс помните я говорила вчера что короче ходил на собеседование в ту компанию где работала откуда меня турнули в общем дали мне тестовое задание я его сделал и сегодня прям самому три часа самого стране мне позвонили сказали что я подхожу естественно я очень радуюсь из тех очень редких радостных событий которые происходят моей грустной гнусной жизни нелегкой одним из самых приятных является устройство на работу короче когда мне дают какое-то тестовое задание я его выполняю а потом спустя несколько дней мне звонят и говорит вы приняты это так приятно я всегда так радуюсь этому почему то что я знаю что меня выбрали из множества возможно других кандидатов и в неравной конкурентной борьбе я победила это очень приятное чувство и конечно же я не делайте так короче я естественно ли вы